Так, сейчас две коротенькие темы. Первое, что нам делать в Харькове, чтобы Каба не прилетали, спрашивают. Сейчас вот отбивать стали С-300 российские по Белгороду, разрешили лупить. И вторая тема, русские и украинцы, один народ. Значит, смотрите, по поводу Каба, ну я уже говорил, просто повторю, к сожалению, пока не придут в 16-е к нам в Украину. И они не будут снабжены воздух-воздух ракетами, которые смогут сбивать носители этих Кабов, да, те российские самолеты, которые эти Кабы на нас швыряют здесь вот под Рабудином или в Харькове у вас. Противостоять Кабам практически никак нельзя, кроме Петриотов. Здесь их точно не поставят под Рабудином, но, кстати, в Харькове, может, парочку Петриотов, если бы нашли, то ими тоже можно сбивать. Но их жалеют, потому как вещь эта дефицитная. И уже у нас есть плохой опыт, негативный, по поводу того, что сбивали, мы сбивали эти самолеты. А россияне все-таки вычислили эти Петриоты и установочку одну, по-моему, все-таки они похоренили. Не знаю, насколько достойно, но, по-моему, такой эпизод был. Там что-то за 2-3 дня там штук 10-15 этих самолетов сбили, а потом вычислили все-таки этот Петриот. Ну, подождем, посмотрим. То есть я писал, писал видео, записывал, я не знаю, месяц назад, когда началось это наступление, про Каба, что пока не прибудут в 16-е, со Снояга необходимое. Все, что могут сделать гражданские там у меня в Харькове, это не собираться так вот, как в Аби, не в Аби, а в Эпицентре, да, Аби это раньше у него. В Харькове, когда 2 Каба кинули прям посреди субботы, в самый людный день, там, где больше всего посещаемость была. Ну, россияне просто, я не буду материться, но вы сами, я думаю, все за меня скажете по этому поводу. Выбрали время, выбрали место, где больше всего людей, куда промахнуться невозможно, даже с их криворукостью. Да, так что попытайтесь просто не быть в местах многолюдных. Это все, что можно посоветовать, ну, с моей точки зрения. А также, думаю, в 16-х, я думаю, в первую очередь их дадут на Харьков. Все-таки это второй город в Украине, и там есть, что охранять, и в смысле военном, и там есть, что охранять. Ну, и сама репутация. С самого начала было понятно, я в 22-м году еще говорил, в феврале месяц жене, ну, что, Тане. Как бы ни было, война везде уже закончится, а в Харьков они до нас еще будут доставать, потому что тут 26 километров от моего дома на дружбе народов до этой самой, до России. Старайтесь не быть в местах скопления народа. До того, как в 16 придет, или Патриот вам все-таки не выделят в Харьковчане, сделать бы мало что может. И по поводу один народ меня тоже просто достало. Нет, я, понятно, я там при Союзе, когда жил, тоже там придерживался. Там у меня мама русская, отец украинец. То есть, и я тоже говорил, когда-то, я помню свою беседу с литовцами, мне было 15 лет. Я говорю, да не украинцы, россияне, русские, это практически одно и то же. Они на меня смотрят вот такими шарами, литовцы, Кастас и Мартинес. Мартинес, Мартинес, не помню уже. Нет, говорит, украинцы, это первый раз я услышал, это был еще Советский Союз. Я думаю, надо же, как они яростно просто протестуют, причем они литовцы. Я говорю, нет, нет, украинцы точно не один народ с русским. Это мне запомнилось, на лыжах катался в Карпатах с ними. Так вот, но сейчас-то уже, после того, как Россия показала себя в том же Харькове, как Россия себя показала там, я не знаю, за эти третий год войны крупномасштабно, я даже не буду брать Крым, эту подлость, вот эту аннексию Крыма, да, когда мы были в неблоковом государстве, без вооружения, в армию отменили призыв. Не буду просто, без шесть, я уже 200 раз это все делал. И они пришли тут, вторая армия мира. Да, то есть, называть нас одним народом. Почему, вот объясните мне, смотрите, татары Казань взял, Иван, да, когда? В 1552 году вырезал там всех нахрен, да? Помните эту историю? То есть, вот завоевал, завоевание Казани, мясорубка там это была, когда всех повырезали, россияне, татар. В 1552 году. Богдан Хмельницкий, у меня в Харькове, вот памятник, вот кто знает харьковчане, да, на Харьковском мосту памятник через трехсотлетие объединения Украины с Россией, поставлен в 1954 году. То есть, Украину, на тот момент существовавшую, гитманскую, да, Богдан Хмельницкий отдал под власть московского царя в 1654 году. Ну да, Переяславская рада 1654 год, хорошо запомнить, а год основания Харькова тоже 1654 год. Вы называете, то есть, татар присоединили к россиянам, ну, насильно, да, там, без Переяславского, да, просто вырезал там всех нахрен, кто там попался под руку. Ну, это были сопоставимы, кстати, по населению государства тогда, ну, княжества, государства. То есть, московитов было там, по-моему, 8 миллионов, а татар на тот момент 6 миллионов. Сейчас татар 6 миллионов, а московитов уже, соответственно, там под 140. Ну, за сотню. Так вот, что я хотел сказать. То есть, вы же не называете россияне русских, ну, русские, вы не называете татаром одним народом своим, а татар вы к себе присоединили на 100 лет раньше, чем украинцев. Ну, какого хрена? Вы понимаете? Да что татар, блин. Возьмите Ермак, когда, вот, с Урала этот Ермак, он пошел, знаете, поход на Сибирь Ермака. Тюмень, ну, то есть, то место, где сейчас Тюмень, Ермак захватил в 1581 году. Ну, тоже, блин, на 80 лет раньше, чем украинцев. Ну, вы же не называете ханты и манси, блин, своим одним народом с русскими. Ну, что за гребанный бред? Ну, тем более, там уже и называть ничего. Россияне же как берут? Вот, сейчас ханты осталось там, по-моему, 12 тысяч, а манси там 11 тысяч. Ну, что там в таких порядках? Тысяч. От народа осталось несколько тысяч человек. От народа. Ни у кого не поворачивается язык назвать ханты и манси одним народом с русскими. А чем украинцев сюда прилепили, которых вы завоевали, там, ну, и то, завоевали. Да, в 1656 году мы объединились, вопросов нет. Натупил там Алёха Богданов-Хмельницкий, не мне его судить. Но, по факту, такое подчинение, как вы, Казань взяли, россияне, вы так же с украинцами поступили, когда захватили и сожгли, вырезали весь батурик, да, который на тот момент был там, этой казачьей столицей. 1708 год. Это уже Петр Первый делал. Вот это я, как бы, понимаю, что действительно поставили нафиг, блин, поперерезали там все горлянки, блин, нафиг от детей до женщин и стариков. И вы все-таки завладели, блин, полностью, починили себе Украину окончательно. 1708 год. Когда мы успели стать с вами одним народом, вот, украинцы? Ну, что за гребанный бред? Почему, я еще раз спрошу, почему татары не стали вам одним народом, хотя они на сто лет раньше покорены вами, чем вы Украину себе починили? Я не знаю, дайте мне ответ на эти вопросы. Что за хрень, блин? С каких делов мы стали вам, а что вы, я не понимаю, там, присоединили вы какой-то, ну, я не знаю. Шойгу где, блин, кстати? Откуда Шойгу? Шойгу из какой-то хрени, из какой-то земли, которую присоединили вообще после этого самого, после Второй мировой войны? Так, может, вы их будете считать одним народом с русскими? Ну, какого хрена? Ну, бред такой же, я не знаю. Никакого мы, понимаете, сейчас это, если раньше это было просто недопонимание какое-то, можно было понять, что, ну, я всю свою жизнь рабочий, мне там в 15 лет, ну, нафиг мне надо было, что мне ушлил этот Советский Союз, то я и повторял, да, на экзаменах. Один народ, один народ, ну, и хрен. Ну, сейчас-то, когда мы знаем уже, есть источники информации, можно посмотреть и проверить. Сейчас это просто как оскорбление звучит, что русские и украинцы, один народ. Какие вы украинцам один народ? Вы, я не знаю, это, опять же, не буду сейчас заблокируются нахрен. Поверьте, блин, украинцы вообще и не рядом, блин, даже на одном поле с вами не сядут еще столетиями. Все буду Украины, не переимайтесь. А как бы я сказал, старайтесь, харьковчане, да и вообще, опять же, я говорю, вот Кап, когда прилетел в этом году, рядом с блиндужом, в блиндаж тяжело попасть, он, главное, 2 метра, блин, там, нас поконтузило, и все, на том дело закончилось. Ну, а в гипермаркет, понимаете, в эпицентре, попробуйте в него промазать. Старайтесь не скапливать, они же целенаправленно это делают, да никто же не будет спорить, что даже если они думали, что там склад вооружения и все такое, хотя на видеокамерах видно, да, ходят внутренние в магазине, ходят люди, покупают себе там какие-то вещи, бак, блин, нафиг. Сколько там народу полягло, блин. То есть, они же специально выбирали самый час пик, в котором наибольшее количество людей, выходной день, в гипермаркете. Так что, старайтесь не быть в тех местах, где большое скопление народа. Все, все будут в Украине, напереймайтесь. Ждем хороших новостей, ждем в 16-х, миражей. И, в общем, много всего хорошего должно случиться уже даже до осени, там, до сентября, до октября. Чекаем. И не только чекаем, как бы, у кого-то был этот, не ждем, а готовимся, да. Так вот, не то, что мы готовимся, а помогаем, чем можем, хотя бы эмоционально своим близким, утешайте их, говорите, что это так будет не всегда, мы их перебьем. И у меня, ну, самый оптимистический прогноз, это прямо в этом году уже мы их доконаем. Хотя, конечно, больше шансов на следующий год, но, может, все сложится в нашу пользу, и в этом году уже с ними поддалим.